Всем привет, меня зовут Оля Ермилова и сегодня мы с вами поговорим на тему страхов, что это такое, каким образом нам от этого избавляться. Вообще страх это такая интересная энергия, потому что страх есть абсолютно у каждого человека и страхи по сути являются такой, ну скажем, частью нашей жизни, даже не жизни, наверное, а частью нас. И если с одной стороны страх для нас как бы это врожденный защитный механизм нашего организма с вами, то с другой стороны страх это также и наш ограничитель. Так вот как же нам быть с этими самыми страхами и каким образом сделать так, чтобы наши страхи помогали нам, а в некоторых случаях просто каким образом избавляться от этих страхов для того, чтобы мы могли с вами развиваться. Ну давайте рассмотрим изначально варианты страхов, да, первое то, что я сказала, это как бы страхи, которые являются такой оберегающей функцией нашей жизни, да, нашего с вами тела. Безусловно, это наши реакции на нечто то, что мы называем экстремальным, да, если бы мы с вами не боялись прыгать с любой высоты, прыгать за балкона, выхвататься за все горячее, то безусловно мы бы с вами могли долго не прожить. И такие страхи с самого детства являются очень классными и правильными, потому что они позволяют нам сохранять свою жизнь, безусловно. Но, тем не менее, есть страхи эмоционального характера, это страх перед другими людьми, страх перемен, страх перед деньгами, страх перед тем, что кто о тебе подумает. То есть такие страхи, которые нас постоянно ограничивают, которые не позволяют нам развиваться, страх перемены, там, не знаю, уйти из отношений, страх изменений в работе. Но это, скорее всего, вот относится к страхам перемен, которые постоянно перед нами в голове встреют, и тут же вот этот вот ограничитель включается, который говорит, блин, а если будет хуже, а если тебя никто не полюбит, а если тебя никто больше не возьмет на работу, и так далее, и так далее, и так далее. И на сегодняшний день, безусловно, одним из самых серьезных факторов является, фактором страха является страх денег, потому что если раньше мы, когда мы были такие, как бы не на столь жили в материальном мире, самым ценным для нас, что с вами было, ну, наверное, уже не для нас с вами, а для других людей, которые жили до нас, это страх потерять некое комьюнити, да, то есть страх быть изгнанным там, из племени, откуда-то, там, где существовали люди, потому что люди существовали племенами, помните, вспоминаем какую-то историю до нашей эры, люди объединялись в группы, и самое ужасное было изгнание человека, потому что человек сам по себе не способен был выжить, и для него это было самым большим наказанием. На сегодняшний день для нас в материальном мире является самым страшным остаться без денег, остаться без возможности содержать себя, содержать свою семью, содержать, ну, в общем-то, жить в этом мире, да, что у нас не будет денег заплатить за свою еду, за свое жилье и так далее, и очень таким серьезным фундаментальным страхом именно сформировался именно вот эта финансовая основа. Но если мы с вами бы, а мы сегодня будем с вами рассматривать именно страх как энергию, а страх это определенная энергия, сковывающая нас, заставляющая нас блокировать любые начинания, вот с этой позиции, если мы посмотрим на наш страх, то, конечно, это очень серьезная такая энергия, с которой нам необходимо работать, ибо если мы с вами не сможем с этим справиться, или скорее так, кто не справляется с этим, эти люди всю жизнь живут в достаточно жестких рамках ограничений, которые являются частью жизни человека, которые являются глубоким убеждением, а для многих все, что связано со страхами, это убеждение, так нельзя, туда не суйся, это не трогай, и эти убеждения, конечно же, закладываются нами с детства, когда родители, да, туда не ходи, лучше работать на работе, но стабильно, получать маленькую зарплату, но зато стабильно, чтобы ты точно знал, что она у тебя будет, и вот этот вот момент того, что нас постоянно к чему-то приучают, каким-то рамкам, это не трогай, сюда не суйся, если ты будешь себя плохо вести, тебя не будут любить, если ты не выучишь урок, ты будешь, получишь плохие оценки, а те, кто получают плохие оценки, неудачники в жизни, и сами того не понимая, наши родители, наше общество, и очень часто и мы с вами, вот этот весь мир, таким образом, знаете, как берем кусочек теста, и его куда-нибудь там засовываем, и говорим, вот, лежи тут, будешь печенькой, но человек, это не печенька, это надо понимать, и поэтому, конечно же, нам, для того, чтобы мы могли в жизни преуспевать, необходимо уметь разбирать свои страхи, необходимо уметь смотреть на них немножечко с другой стороны, и делать все для того, чтобы у нас их с вами не было. Поскольку мы с вами живем уже в 2020 году, и мы имеем доступ к большому количеству информации, и уже у нас не является чем-то таким новаторским думать, размышлять, высказывать свое мнение, иметь некую свою позицию, сомневаться в том, что тебе говорят со стороны, или сомневаться в тех убеждениях, которые заложены в тебя с детства, то, в принципе, работа со страхом, а мне больше все-таки нравится слово работа, нежели борьба, гораздо, ну, как бы лучше и ярче звучат, согласны, я думаю, вы со мной. Вы можете, кстати, отвечать, потому что я не могу разговаривать сама. И момент, я не знаю, какие страхи вам сегодня будет лучше разобрать, вы можете поучаствовать в этом процессе, какие страхи вас вообще сегодня больше заботят, чего вы боитесь. Давайте об этом поговорим. Или нет? Не боитесь. О каких страхах мы будем сегодня разговаривать? Потому что мне бы все-таки хотелось, чтобы те, кто прямые эфиры слушает, вот, они только смотрят за записи, принимали в этом участие. Давайте поговорим об этом. Какие страхи у вас на сегодняшний день есть? Что вас блокирует? Чего вы боитесь в этой жизни? Страх остаться одному, страх ненужности, да, такое, что я буду никому не нужен. Но, кстати, этот страх очень, гораздо больше, мне кажется, проявляется у женщины. У женщины, потому что у женщины есть навязанный стереотип ее возраста, есть навязанный стереотип того, когда женщина должна родить, в каком возрасте у нее что должно произойти. Мы буквально вчера с Сергеем говорили о том, что как-то вот, хочешь не хочешь, существуют у нас некие моменты привязки к возрасту. Ну, например, женщина, которая за 30 лет не вышла замуж или не родила детей, что очень важно, кажется уже немного странной женщиной, да, что-то с этой женщиной никто, раз никто не взял ее замуж, у нас же женщина не сама принимает решение, почему-то вот за женщину вот ее обязательно должны взять замуж или не взять замуж. Ну, так это у нас повелось. Мужчина после 40 лет, который не был женат, тоже является странненьким мужчином, заметьте, да, странненький мужчина, что-то с ним не так, видимо, у него тоже есть какие-то штуки, и эти стереотипы, как ни крути, на сегодняшний день являются некой догмой нашей жизни, то есть мы их принимаем за правду, и даже я, такая вроде как бы считающая себя прогрессивной, понимаю, что когда я слышу об истории, что женщина за 30 лет не была замужем, она даже не в разводе, у нее нету детей, что-то, короче, с ней не то, то есть у нас это сложилось, сформировалось на фоне опыта, как она стереотипы формируется, из-за какого-то опыта, который мы имеем, который мы наблюдаем, или потом, который нам передают, и мы считаем уже, что да, так действительно должно быть. Так, страх одиночества, страх успеха, страх быть высмеянным, страх публичных выступлений, страх будущего, страх кредитов, страх ошибок, страх перемен, страх ответственности. Но вот если вы внимательно почитаете или переслушаете, что я только что сказала, то это все, знаете, вот из этого можно создать букет, потому что все это переплетается, и будущее, и ответственное, ну, будущее и перемены, да, понятно, что будущее и перемены, это практически, ну, как бы одно и то же, потому что перемены, это когда-то потом, и я боюсь, что что-то потом изменится, это одно и то же. Страх ответственности, да, что мне придется взять на себя ответственность, тоже связан со страхом перемен и будущего, потому что если я начну брать на себя ответственность, Это значит, что в будущем, завтра, послезавтра или в каком-то будущем, я должен буду уже не рассчитывать на кого-то, а делать что-то самостоятельно. Страх, что желание исполнится с негативными последствиями. Это, кстати, вот такая тоже интересная очень штука, которая у нас связана с родителями, которые вкладывали в нас некие интересные программы. Что если ты вот так вот будешь, помните, как там, будешь это есть, у тебя будут прыщи. Если ты будешь что-то делать так, то ты будешь толстым. Если ты будешь делать так, то тебя не возьмут замуж. То есть обязательно что-то должно произойти, но плохое. Почему люди очень часто говорят, я боюсь о чем-то кому-то рассказывать, потому что это не сбудется. Это, мне кажется, какие-то очень жесткие вот эти убеждения и программы на неосознанном уровне, заложенные нашими вот родителями, а в них их родителями. Из-за того, что никто ни черта не соображал, о чем он говорит, а мы сейчас пытаемся расхлебать и понять, что же они имели в виду, когда все нам это вкладывали. Начиная от вот этих бабаек, которые придут, если мы не будем спать, да, почему дети боятся ночью спать. Зачем родители это сделали? И до сих пор мы можем с вами вечером, глядя, если у нас есть какие-то шторы просвечивающие, видеть какие-то отражения и представлять, что за этими шторами какой-то бабай. То есть вот понимаете уровень того, что в нас заложили, в нас заложили, просто нам что-то сказали, мы в это поверили. И даже будучи взрослыми людьми, нас эти страхи никаким образом не могут отпустить. Так, не родить после климакса. Страх. Ну, вы знаете, тут же есть взрослые истории, если мы говорим про климакс, и у нас на самом деле есть такие мысли о том, чтобы родить после, можно заморозить свои яйцеклетки. Это как бы уже вопрос, знаете, как вот страх замерзнуть, да, возьми с собой что-то потеплее. То есть если я думаю о том, чтобы родить постарше, вы знаете, у меня, кстати, тоже такие мысли иногда бывают. Я, например, сейчас говорю, что я не хочу рожать, а потом я думаю, бляха, аж если я там лет через какое-то количество десятков лет захочу родить. И я думаю, ну ёксень, можно аж заморозить яйцеклетку, и нормально, там кто-то родит мне, если что. Так, страх принятия решений, совершить ошибку при выборе. Вот это, кстати, один из таких интересных моментов, догмы тоже, который я наблюдаю, что люди боятся совершать ошибок. А знаете почему? Давайте на этом остановимся, вот поразмышляем просто на эту тему. Мне кажется, что страх неудачи – это отсутствие некого риска, отсутствие в крови желания рисковать. А мы должны с вами понимать, что если мы не любим рисковать, и мы не любим играть, и мы, ну вот, нам неинтересно жить, это означает, что мы очень сильно засижены в чем-то. Где-то нас в детстве очень сильно остановили. Нам не разрешили играть, потому что риск, потому что возможность выиграть, вот этот вот адреналин нас отучили, нас побили по рукам. Я не знаю, когда мы в трусы к себе лезли, нам побили по рукам, когда мы хотели, я не знаю, там что-то слепить, сделать, нас побили по рукам и сказали, сиди тихо. Нас лишили желания, возможности, вкуса вот этой победы. Нам заранее сказали, что может быть плохо, и поэтому лучше сиди и не дергайся. Я думаю, что с этим всего проще всего поработать, если вы не работаете в медитациях, не работаете там, не приходите на мои программы. Я думаю, что здесь даже момент размышления личного вам может помочь, когда вы можете сесть и просто подумать о том, что я теряю в свою пресную, скучную, насиженную жизнь, свою определенность, которая по сути-то не такая уже классная. Иногда люди, работая, например, на обычной работе, какой-то достаточно скучной, и в принципе, куда взяли бы любого человека, боятся рискнуть и пойти дальше, уволиться, пойти на другую работу, пойти попросить повышения, пойти высказать свое мнение. Просто боятся это сделать, потому что боятся потерять, что по сути из себя ничего не представляет. То есть работа, например, кассира, когда тебя везде возьмут кассиром, но человек даже при этом боится рискнуть. Или, например, наоборот, он чуть-чуть чего-то достиг и боится дернуться. Я вам скажу, как, например, бывший работодатель. Почему бывший? Потому что я для себя приняла убеждение, что я не хочу работать с людьми. У меня плохо получается быть руководителем, не руководителем. Я не люблю быть вот так, неплохо получается. Я не люблю, мое убеждение таково, что я не люблю быть руководителем и платить людям деньги. Потому что я от них слишком много требую, и мне сложно, мне проще работать с роботами. Вот я для себя такое взяла убеждение и перестроила свою модель под это. Так вот, как работодатель, я вам могу сказать, что половина, как бы работодатель делит всех сотрудников на две категории. Первое, это сотрудники, без которых я могу легко поменять. И на таких сотрудников я давлю максимально с позиции работы или умри. Умри, это означает, уходи, на твое место всегда придет новый, потому что ты для меня ценности не представляешь. Либо я из тебя кого-то выдавлю, либо, в принципе, уходи мне вот что с тобой, что без тебя. На твое место вот очередь придет. Ну вот вообще, ты ценности не представляешь. Есть вторая категория сотрудников, классные сотрудники. Эти сотрудники, ты им платишь какие-то деньги, и ты понимаешь, что они стоят больше. Но они же не просят больше, и поэтому ты с ними работаешь и выдавливаешь из них максимум. Но если такой сотрудник приходит и говорит, я устал, или там, я хочу большего, или еще что-то, ты всегда его повышаешь, потому что ты не готов с ним расставаться. И ты можешь ему увеличить зарплату порой на 50, а то и на 100%. Потому что ты понимаешь, что ты очень крутой сотрудник. Но ты никогда не сделаешь этого сам, потому что ты понимаешь, что если сотрудник себя оценивает на эти деньги, то тебя это более чем устраивает. И вот вы должны понимать, что если вы неценный человек в своей компании, это означает, скорее всего, не то, что вас не ценят, а то, что вы реально не на своем месте, потому что вы делаете свою работу хреново. И если, например, вы приходите просить о повышении или еще о чем-то, и вас увольняют, то это лучшее, что может быть для вас, потому что у вас появляется возможность найти свое место. Это не ваше. И, возможно, вы бы сами на это никогда не решились, но это для вас прям отличный случай рискнуть для того, чтобы изменить свою жизнь, для того, чтобы вас как бы столкнули с лодки, понимаете, вы сами этого ждете. И есть второй момент, когда вы приходите рискнуть и боитесь, и думаете, господи, меня сейчас уволят, но вы говорите, вы знаете, я хочу повышение зарплаты, или мне предложили другую работу, или я хочу пойти на другую работу. И вас берут и повышают. Я была свидетелем сама несколько раз своих близких друзей, которых повышали с окладом более чем на 100% и повышались именно в должности, когда они приходили к своим руководителям и говорили о том, что они хотят уходить. И руководитель как будто бы ждал этого момента, он говорил, слушай, я тебе предлагаю вот это, вот это в некоторых случаях даже партнерство. В некоторых случаях даже партнерство. Либо, когда с сотрудником прощались, человек уходил из компании и находил другую себе работу и говорил в итоге, блин, как офигенно это произошло. Риск – это ваша возможность роста. Вы должны это понимать, что риск – это возможность вырасти. Риск – это возможность получить нечто новое. Никогда не совершив чего-то нового, вы не дадите себе возможности развиваться. И если что-то пойдет не так, воспринимайте это всегда как так, как часть плана. Просто в вашей голове это вариант был, что вот должно быть вот такое. Это как фильм, смотришь и думаешь, вот я думал, что будет так. Ни хрена. Но всегда настраивайтесь перед прыжком, что что бы ни произошло, это то, что вам нужно, и вы готовы идти до конца. И тогда это будет вас двигать. И вот этот страх нужно превратить в самую вкусную конфету. Посмотреть на это, как на самую крутую возможность. Огромное количество женщин, которые находятся в разводе, в стадии развода, ну, что-то в последнее время много расходится, да всегда много расходится. Я вот смотрела интервью, очень многие женщины говорят о том, что это стало для них моментом роста. И это действительно правда. Для очень многих расход становится ростом. Это не значит, что надо всем разводиться, но это значит, что если вы стоите перед таким выбором, не стоит держаться всеми руками, если вы понимаете, что вам сейчас плохо. Всегда понимайте, что нужно отпустить, и точно знайте, что будет хорошо. Чего бы это ни касалось. Попробуйте кайфануть от этой возможности. Начните с банальных вещей, с экстрима. Я прыгала с парашюта, и мне это страшно понравилось, ужасно понравилось. Я прыгала на Кубе перед над океаном, и это было фантастически. И в этом году, не в этом уже, а в 90-е, господи, в 2019-м я снималась в конце года, в ноябре, я снималась телевизионным шоу «Супер-женщина», и там одна из участниц, значит, мы там друг к другу делали, типа, экскурсии в своей жизни, чем мы любим заниматься, ну и понятно, что надо было что-то зрелищное придумывать. И одна из участниц, значит, сказала, что она очень любит прыгать с моста, там, с банджи, и, типа, пригласила нас, значит, прыгнуть вместе с ней. Ну, не то чтобы вместе, все, типа, вот кто хочет, может прыгнуть. Я честно вам скажу, я много раз зависала, проезжая в Киеве по пешеходному мосту, я зависала и смотрела, было бы прикольно прыгнуть головой вниз в Днепр, но в этот раз, когда мы приехали на съемочную площадку, было страшно холодно, и, вот знаете, ветер, холод, дождь, вот все было такое серое, это не было вообще похоже ни на какую красоту, ни на какую кубу, ни на какую романтику, это было похоже на полный бред. Но, тем не менее, нам предложили прыгнуть, и в этот момент я поняла, что, наверное, самое вообще легкое, что сейчас будет, и вообще, чтобы как-то это пережить, вот надо просто прыгнуть головой вниз с надеждой, что, может, оторвется веревкой, и я не смогу продолжать съемки, потому что это был такой, знаете, адский, и вот порой, когда я сделала этот, ну, поднялась на этот мост, стало очень стрёмно, не так вообще было весело, как мне изначально казалось это, потому что ты реально стоишь, ты видишь этот мост, холодно, страшно, все, куча людей с камерами, и понимаешь, что, несмотря на всю эту, типа, движуху и камеры, тебе нужно сделать тупо шаг вниз, а холодно, сука, вообще все серо, все, вообще тебе не хочется никуда прыгать, ты весь в соплях, простите, стоишь от этого ветра, слезы, все, тебе еще камеру привязали на морду, и вот, вы знаете, когда делаешь этот шаг вниз, вот оно так все обнуляется, вот этот дикий страх переходит в какой-то дикий восторг, и потом в дикий пофигизм, и вот мне кажется, что когда в жизни люди устают, когда люди очень напуганы, и когда они не могут принять решение, которое касается их жизни, надо начинать с моста, потому что после моста вы прям можете садиться и в течение 15 минут решать все свои вопросы, потому что у вас будет такое состояние пофигизма, вы поймете, что если вы сделали это, то вы, в принципе, можете сделать вообще все, вот наступает состояние легкости и какого-то такого ощущения того, что, ёпси, да я все могу вообще, ничего не страшно, и я вам рекомендую, вам рекомендую в моменты того, когда у вас есть какой-то внутренний страх, сопоставлять его с физическим и начинать с того, чтобы совершать какие-то действия, которые вам страшно было сделать в физическом мире, это всегда вас делает, ну как бы, понимаете, оно вам дает какие-то новые ощущения, я не знаю, на гормональном, на каком это уровне, но дает вам такую внутреннюю силу и дает вам драйв, дает вам драйв, которого в жизни людям очень сильно не хватает, потому что большинство людей этот драйв в себе забивают, постоянно себя причесывая, постоянно говоря себе, не суйся, и столько денег, столько хватит в отношениях, в этих и так можно, мы так себя тщательно заглаживаем, что лишаем себя главного, вот этого вкуса той самой жизни, для которого мы родились, потому что в жизни так много разных эмоций, так много разных классных событий может быть, и когда вы себя причесываете и делаете эмоционально ровными, не разрешая себе ни плакать, ни смеяться, не сильно радоваться, а приводя все к общему знаменателю нормально, и так хватит, и так хорошо, и тише едешь, дальше будешь, это делает ваше блюдо, знаете, вот безвкусным. Я ненавижу ресторан СПП, ненавижу, потому что для меня это абсолютно пресная, невкусная, для меня лично пресная, невкусная пища, которая обещает мне, что я буду красивой и здоровой, вот вы знаете, не хочу быть красивой и здоровой, пожирая траву, вот честно, вот для меня очень важно, чтобы моя жизнь была наполнена эмоциями, была наполнена вкусами, была наполнена чем-то, что давало мне возможность ее ощутить. Я не понимаю, нахрена жить долго и потравянистому, так как мне не подходит. Я сейчас не говорю о том, что это плохо, просто кому-то что-то нравится, а кому-то что-то нет. Так вот, я против всего ровного, я против всего того, что лишает меня возможности быть собой. Я за осознанность, но я за вкусную осознанность. И если я осознаю, что я кого-то сейчас хочу послать нахер, я хочу осознанно это сделать. И мне нравится, когда я перед тем, как хлопнуть дверью, успеваю подумать о том, хочу ли я сейчас хлопнуть дверью, готова ли я нести последствия, которые будут, когда я хлопну дверью, и я понимаю, да, я хочу, я готова, и я хлопаю этой дверью. И это вызывает во мне вот этот адреналин. Я пережила такие вещи, у меня было очень много моментов и обид со школы, с руководством школы. И вы знаете, я кайфанула, когда я привела свою дочь в первый класс зачем-то в свою же школу. Я понимаю, что это была моя внутренняя необходимость. И буквально в первые пару месяцев я пережила с тем человеком, с которым у меня был конфликт, 20 лет прошло, он же естественно ждал меня в школе, я пережила с ней перерождение отношений. Я выстроила сегодня такие отношения с учителями своих детей, которые я хотела, чтобы были и считала правильными. И вот это, знаете, такой вот внутренний кайф, когда ты подстраиваешь свою жизнь под то, как ты себе ее придумал, под то, как ты ее хочешь, не подстраиваясь под нее со словами, ну, что поделать, мы живем в таких реалиях, нифига. Я хочу создавать, и я создаю свои реалии. И если эти люди не подходят под мои реалии, и они не хотят быть, значит, я ищу других людей. Потому что жизнь – это пазл огромный, можно собирать так много вариантов и возможностей. И я не играю в игру, когда говорят, ты вынужден, ты должен терпеть, такая твоя жизнь. Ни фига, я сама придумываю свою жизнь, я сама решаю, какая она будет, я сама решаю, кем быть, в каких отношениях, как разговаривать, что позволять себе, а что не позволять. И это неимоверно. И бояться этого, боязнь – это означает отказ. Это означает отказ от своих желаний. Зачем? Зачем, если так всего много? Поэтому каждый из нас подбирает свою модель. И когда люди говорят, да, эти очень четкие вот правила, алгоритмы – нет. И в рерайтере жизни, да, мои хорошие, вижу, что вы тут есть, в рерайтере жизни девочки не дадутся врать. Я учу чувствовать, думать и подбирать под себя. Главное мое правило звучит всегда так. Можно все, за что ты готов нести ответственность. Если ты готов нести за это ответственность, потому что мы все разные, кто-то готов, а кто-то не готов, кто-то так может, а кто-то так не может. Кому-то это позволяется внутренне, а кому-то не позволяется. Мы разные. Но мы должны понимать, что возможно все, и мы можем все, и ни в коем случае себя не ограничивать, тем более какими-то страхами. Если, например, давайте вернемся немножечко, что у вас тут были страхи. Ну вот, все, в принципе, что я сказала, касается страхов перемен, да, вы должны понять, что перемена это, вот знаете, например, вы живете и у вас есть очень четко, вы знаете, что вы едите на завтрак, вы знаете, сколько денег вы зарабатываете и где вы в течение всей жизни будете отдыхать сколько раз. И это ваша стабильность. Такой тест небольшой. А теперь представьте себе, что перемены это возможность все сильно изменить. И у большинства людей срабатывает что? А что, если изменится к худшему? А вы уберите у себя эту программу и скажите себе, что в мешочке, помните, в лото мы играли раньше, из мешочка номерки вытаскивали, что в мешочке все только лучшее. И всякий раз, когда я залажу в этот мешочек, всякий раз, когда я делаю какой-то вызов себе, что-то хочу изменить, меняется только к лучшему. Ведь изменение к худшему – это просто убеждение, которое в нас зарыто, а убеждение – это некая программа, которая срабатывает, исходя из того, как мы в нее верим. Вот представьте себе, что жизнь, блин, она такая простая, в ней все так просто. Не представьте, так и есть. И мы сами, говоря себе о том, что может быть хуже, просто делаем выбор, потому что любая наша мысль – это наш выбор. И почему мы любим идти в сторону преуменьшения и все время желать, бояться и хотеть худшего – вот это уже там вопрос. Почему у нас это так срабатывает? Почему всякий раз, когда нам кто-то звонит и говорит, нам нужно срочно поговорить, мы думаем о каком-то пиздеце, а не о чем-то хорошем? Почему начинает екать сердце, если звонит учитель ребенка? Почему мы считаем, что он звонит для того, чтобы его наругать, а не для того, чтобы его похвалить? Почему у нас все время живет эта внутренняя тревожность, а ведь что у нас живет, то мы и подтягиваем. И для того, чтобы это изменилось, нам нужно изменить это здесь. А для того, чтобы мы начали это менять, нам нужно перестать бояться и увлечься собственной жизнью, и ставить свои цели, и знать, чего мы хотим, и думать, исходя из этого. Потому что именно наши мысли и создают ту среду, в которой мы с вами находимся. И когда мы все время вибрируем в состоянии страха, когда мы постоянно переживаем о нехватке денег, когда мы думаем о том, что нас не любят, когда женщина думает о том, когда ее мужчина ушел или не снимает трубку, что он обязательно ей изменяет, или, входя в брак, она все время думает о том, что она недостаточно красивая, значит, он будет ей изменять. Это естественно произойдет, абсолютно естественным образом. И вы должны понимать, что страх – это некая вибрация, такая себе волшебная корзинка с подсветкой. И все, что вы туда кладете, все подсвечивается. У нашего с вами бессознательного подсознания есть такая одна очень крутая опция. Сейчас даже вам скажу, как она называется, я где-то даже себе это недавно записывала. Бессознательное работает очень просто. Наш мозг, как и все остальное, получает и работает по некой инструкции. И инструкция нашего мозга звучит просто – получение удовольствия, избегание страданий. То есть наш мозг, все то, что он считает, что приносит нам удовольствия, и все, что для нас хорошо, он нам это дает. А то, что у нас связано с эмоцией страха, он от нас убирает. Это очень простая причина того, почему большинство обычных людей все время связаны финансовыми страхами. Давайте с вами рассмотрим. Вот как раз тут написано – страх кредита. Если вы при… Вообще, что такое деньги? Деньги, в принципе, мозг воспринимает как некую бумагу. Ну, то есть сами деньги, ничего, даже слово особо для него не означает. Но что стоит за деньгами? За деньгами стоит то, для чего они нам нужны. Ну, например, к вам, вы знаете, что там первое число, вам нужно платить зарплату, или вам нужно платить кварплату, или вам нужно заплатить за школу, за кружки, или вы знаете, что вам нужно купить какую-то одежду, деньги. И вы, у вас начинает подкрадываться к этому числу, к этой дате какой-то стресс. Вот такая, знаете, усковывающая мысль. О, Господи, опять. Где взять на это деньги? Как сделать, чтобы на все хватило? То есть у вас начинается внутреннее напряжение. Что чувствует ваш мозг? Ваш мозг чувствует очень простую эмоцию. Он чувствует ужас, страх. Он чувствует дискомфорт. Он понимает, что вам нужны деньги на что-то, и вас это страшно расстраивает. Помните, получение удовольствия, избегание страданий. Ваш мозг запускает автоматическую программу, что деньги – это зло, потому что мой хозяин страдает из-за этих денег. Потому что каждый раз, когда он думает о деньгах, у него в организме запускается совершенно нездоровый, как бы, как это сказать, процесс. То есть это стресс, ты стрессируешь, и ваш мозг включает программу, которая направлена на то, чтобы вас защитить, чтобы вас уберечь от страданий. И всякий раз, до тех пор, пока для вас деньги будут связаны со страданием, пока вы будете думать о том, где на это все взять, где взять эти кредиты, как закрыть эти долги, вы будете притягивать это еще больше. Потому что от денег ваш мозг будет вас всяческим образом ножиками тыкать, чтобы не только они к вам не пришли. И таким образом вы находитесь в этих низких вибрациях, чуть-чуть вибрируете, думаете об этом, говорите об этом, размышляете об этом, страдаете. И выстраиваете себе заборы, которые не позволяют вам ни на каком уровне получать эти деньги. И деньги все время связаны для вас с конкретненьким страданием. О, не хочется разочаровывать родителей, даже такие есть товарищи. Соответственно, что в этих случаях делать? Как бороться с нашими страхами? Прежде всего, вы должны понимать, что нам необходимо с вами избавиться. Избавиться от наших вот этих вот эмоций и ощущений, которые с этим связаны. Конечно, это делается не с помощью просто избавления. Для этого существуют специальные ментальные техники, специальные медитации, которые на уровне подсознательного, а эти программы зашиты у нас на уровне бессознательного. Потому что зачастую мы с вами даже не вспомним и не можем придумать, откуда это в нас пошло, почему мы так считаем. Но, как правило, это все закладывается с детства. И вот такие уровни бессознательного, то есть когда мы даже не можем понять сами и объяснить, откуда это просто так есть, они, как правило, прорабатываются именно, когда мы с вами входим на уровень подсознания с помощью медитации на альфа-уровень. Это не настолько глубоко, но, тем не менее, это прорабатывается на бессознательном уровне, и затем сознательно мы делаем некие техники и упражнения, которые помогают нам от этого избавиться. Но, безусловно, можно делать какие-то первые самостоятельные шаги, не только в каких-то медитативных таких вещах. То есть наша задача понимать, что существуют законы целесообразности энергии. То есть наша энергия всегда направляется к тому образу, о котором мы думаем. И когда мы с вами думаем о каких-то страхах, связанных с любым, с деньгами, с отношениями, вот то, чего мы боимся, мы это и получаем. И переживая за деньги, например, вы добросовестно отдаёте свою энергию, которая делает вас рабом. Вот этот страх денег, у меня нет денег. И для того, чтобы мы могли с вами с этим что-то сделать, нам необходимо поменять наши мысли. То есть нам необходимо перенаправить наши мысли и начать думать не о том, что их нету, или о том, что, о боже, как мне заработать на машину, это никогда невозможно, а начать получать удовольствие от мыслей, связанных с тем, что связаны с деньгами. Например, когда вы думаете о том, что, господи, надо платить за кружок ребёнку, думайте о том, как круто, ну вот, например, я там всегда свою Алису вижу, ну, у меня в принципе не было такого вопроса, но тем не менее, всегда свою Алису я вижу красивой гимнасткой, как она выступает, как она получает кубки, как она там завоёвывает какие-то медали. То есть всегда думайте о том кайфе, который за этим стоит. Всегда благодарите, когда, например, к нам приходят счета, но у нас весьма неслабые счета в квартире, я всегда благодарю за то, что у меня есть такой дом. Я всегда вижу, когда счета, я благодарю, кайфую, что как хорошо, что к нам пришёл счёт за наш дом, как круто, что мы живём именно в таком доме, как здорово, за что у нас учёт. Охрана, значит, наш дом охраняется, тепло, ой, как тепло в нашем доме, видимо, много тепла в нашем доме. То есть энергетически себя встраиваю, наоборот, в позитивное русло. Если я думаю о том, что я хочу какую-то машину, да, вот я сейчас хочу новую машину, то я ни в коем случае не включаю эмоцию, страдания, где же мне взять деньги, наоборот. Я думаю только о том, как я круто буду ездить на этой машине, как здорово она у меня будет там смотреться, как я хорошо не буду снимать видеоролики, как приятно, у меня там будет новая опция, оселение не будет гудеть теперь, когда будешь включать подду. Всегда включайте эмоцию, удовольствие. И самое главное, концентрируйтесь не на сложности, например, зарабатывания денег, а концентрируйтесь на том, через что вы будете зарабатывать, что вы хотите делать, что вам доставляет удовольствие, чем вы занимаетесь. Представляете себя, включайте эмоцию удовольствия. Когда вы думаете о отношениях, никогда не стройте это на том, что он может уйти, он полюбит кого-то другого, я недостаточно хороша для него, у нас ссоры. Нет, всегда думайте о том, как вы вместе классны, как вы здорово проводите время, чем бы вы хотели совместно заняться. Неважно, романтика, это экстрим, это просто гулять, просто вместе развиваться. Всегда концентрируйтесь на этом. Например, наши отношения вот с моим мужем, я понимаю, что много лет, когда мы попадали в какие-то ямы, периодически у нас это происходило, нас спасало именно то, что мы концентрировались на общих планах. То есть мы в эти моменты не разбирались с ним отношения, как таковые, почему мы там друг друга стали ненавидеть, условно говоря, почему мы так раздражены друг на друга, а мы наоборот придумывали что-то, что нас будет объединять в этот момент и чего мы совместно хотим. И уже когда мы оттуда вылазили, мы уже начинали друг другу признаваться, что мы чувствовали, как нам было неприятно, чего мы боялись в этот момент. Но, тем не менее, всегда нужно свою мысль переключать. И помнить, что чем больше мы влазим с вами в суть проблемы, чем больше мы, так называемый, пытаемся разобрать реальность, нас так приучили, надо разбирать проблему, говорить, искать ещё какой-то больший долг, тем больше мы в это зарываемся. Потому что, по сути, для Вселенной всё это всего лишь энергия. Всего лишь энергия. Всё, чем мы с вами занимаемся, для неё — это энергия. Это не какой-то новый конкретный диван, это не какая-то машина, это энергетическая составляющая, которую мы ощущаем, как в квантовой физике. Просто какая-то волновая энергия. И исходя из того, что мы чувствуем, мы это с вами притягиваем. Вообще, я думаю, что если упростить наш мир, и кто-то когда-то это сделает и расскажет правила, мы будем с вами вообще офигевать от простоты. Мне кажется, мы настолько всё сильно усложнили в этой жизни, настолько сильно всё себе придумали, создали эти проблемы, знаете, так пришли, типа так просто не может быть, надо всё сделать сложно. Я думаю, что всё сильно проще, всё сильно проще. И наш мозг прямое тому доказательство, и дети прямое тому доказательство, которые ещё не заморочены и просто говорят, это хочу, это не хочу, это дайте, это не дайте. И всё получают. И всё очень просто. Но мы, чем больше с вами вырастаем, тем больше начинаем. Это нельзя, я не должен разочаровать своих родителей. Кто вам сказал, что вы что-то должны своим родителям? Вот кто вам об этом сказал? Почему вы считаете, что вы что-то должны людям, которые вас родили? Обычно все пары рожают детей, за каким-то нередким, точнее, редким исключением. Многие рожают многих детей. И люди, которые рождаются, это популяция, процесс размножения. Мы любим своих родителей. Это уже хорошо. Коты и кошки уходят от своих мам и пап, и не помнят их. Но никто ничего никому не должен. Зачем вы на себя вешаете вот этот груз ответственности, что я должен и не должен их разочаровать? А что значит их не разочаровать? Не разочаруйте их, проживите классную жизнь, от которой вы будете кайфовать. Вы же не родились, чтобы быть их рабом, своих родителей, или чтобы быть их слугой. Вы родились для того, чтобы прожить свою жизнь. И единственное, чем вы можете, например, чем мои дети меня могут разочаровать, это если они проживут чужую жизнь. Для меня это будет разочарованием, потому что я стараюсь их воспитывать так, чтобы у них не было этого в голове, понимания, что они должны прожить чужую жизнь. Я, безусловно, даю им рекомендации. Я их в какие-то рамки вставляю, ну, социальные, в контексте того, что они должны там развиваться, что-то делать. Но не более того, не оправдывать мои ожидания, вот я тебя ожидаю. Нет. Мне вот часто очень говорят, вот вы там свои детей, они у вас там тренируются, вы их заставляете. Да нет. Я их просто учу быть счастливыми людьми, реализованными в чём-то. Я им всё время задаю вопрос, тебе нравится это? Нравится? Ну, тогда достигай в этом результата, потому что результат даёт нам кайф. У большинства людей, мне кажется, несчастье из-за того, что ненаправленные и не запрограммированные изначально на получение результата. Помните, какое удовольствие мы получаем, когда мы сделали что-то до конца? Когда мы повесили картинку, там, я не знаю, постирали коврик, погладили вещь и повесили её, можем надеть. Конечный результат приносит нам удовольствие. Всё, в чём мы застроём в процессе, оно для нас является невыполненным, но мы как бы, ну, нет, оно как-то прошло мимо. Но большинство людей не приучают к этому результату. То есть человек что-то делает, 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 и нигде нету результата, и он не понимает вообще ни своей точки роста, ничего не видит, никакого развития не видит. Поэтому, например, классно, когда ребёнок занимается спортом, потому что там есть соревнования, а соревнования — это точки роста. А точки роста — это понимание того, где я, кто я. Мы всё равно себя сравниваем. Мы постоянно, нам нужно как-то в мире понимать, кто я есть, да, мы почему любим игры там какие-то. Нам надо понимать, на каком я уровне нахожусь. И когда ты в чём-то развиваешься, есть твои точки роста. Бизнес — это тоже точки роста. Например, насколько хорош мой ресторан или насколько хорош мой тренинг, сколько человек я привлекаю, какое количество времени я это делаю подряд, как растёт мой доход. Это история больше про двигаюсь я или не двигаюсь. Нам важно двигаться, потому что Вселенная двигается, мир двигается, опять-таки это физика, всё двигается, понимаете. Земля, помните, непрерывно двигается. Я не помню всех этих цифр, с какой скоростью, какая разница. Мы двигаемся, мы должны двигаться в отношении себя. Тогда мы чувствуем себя кайфовыми. Тогда мы понимаем, вау, помните дни, когда вы сделали всё по плану и везде поставили галочки. Вы такие, «Ес, это классный день». Почему он классный? Почему он классный? Потому что вы выполнили галочки свои. Я обожаю чек-листы, потому что, когда я ставлю галочки, я понимаю, что клёво, блин, я поставила план, я сделала, я молодец, я Оля, вау. Нам нужно это. Мы так устроены. Мы без этого себя чувствуем несчастными. Мне говорят, «У вас дети загружены». А я говорю, «Вы вспомните?» Вот я помню себя. Я была в детском коллективе всё время со второго класса, причём я сама туда устроилась. И у меня были каникулы, я была не в спорте. Там могли быть паузы подольше, нежели, чем у моих девочек. У них почти нет пауз, потому что в спорте нельзя делать большие паузы. У Алисы один месяц в году отдыха, больше нет. И я помню то время, когда я приезжаю, и у нас каликулы, и я не знаю, что мне делать. Я себя чувствую такой несчастной, потому что я не знаю, кто я, что я. Мне нужно в чём-то двигаться, мне нужны друзья, мне нужны какие-то новые точки. Я знаю, я должна выучить новую песню, новый танец, у меня новый концерт, у меня... Я люблю жизнь, она так. А когда ты остаёшься в этом пространстве висеть, ты думаешь, бля, я никому не нужен. Дети говорят, я не хочу в школу, но они в школе счастливые, потому что там концерт, там урок, там он получил оценку, там он рассказал стишок, там он познакомился с мальчиком, там он влюбился, там он поссорился, там он помирился. У него есть движ, а дома он завис, и у него нету движа, и он несчастный. Он вроде бы дома, он типа отдыхает, но он устает от этого отдыха. Мы люди, нам надо двигаться вперёд. И единственный страх, который у меня остался мощный, это остановиться. Не потому что я боюсь, что я проиграю, а потому что я не хочу так жить просто. Я не хочу так жить, остановившись. Я не понимаю, для меня остановка, это подобно смерти. Можно остановиться в работе, можно остановиться, я не знаю, никуда не поехать, но внутренне я должна точно знать, что я, кто я, что я делаю. Не важно понимать, что я развиваюсь, не важно понимать, что я напитываюсь, не важно учиться. Я каждый день учусь сейчас, я всё время что-то прохожу, что-то новое нахожу, общаюсь, отдаю, потому что это и есть жизнь. И когда вы останавливаетесь, когда вы говорите, я прочитал уже книжку, я уже всё знаю, я уже сходил, я хожу на одну и ту же работу, как только у вас начинается циклический круг одних и тех же действий, вы остановились, вы ходите по кругу, вы это чувствуете, вы чувствуете, что вы не развиваетесь, вы чувствуете, что ничего нового в вашу жизнь не приходит, а вы думаете потом, надо бы новое, блин, но это, и у вас включается, работа мне не нравится, но новое вдруг будет хуже, отношения мне не нравятся, но новое вдруг будут хуже, или, например, пора бы наши отношения перевести на новый уровень, но вдруг он не захочет, и тогда мы расстанемся. Вот поймите, что самое отвратное, это когда вы остановились, вы лишаете себя самого яркого в жизни, мы все всё равно умрём, это всё равно закончится, но мы лишаем себя ярких возможностей, мы лишаем себя адреналина, риска, знаете, я иногда, я очень такая, ну, остренькая, с терчинкой, и я, у меня очень часто есть внутренний конфликт, лезть мне куда-то или не лезть, вот высовываться где-то или не высовываться, я всё время говорю себе, ну, это тебя касается, например, и так типа, ну, нет, а этого человека, вот он как к тебе, вот, вот, за которого, я люблю заступиться, я люблю проявиться, я люблю показать ситуацию, если я вижу какую-то несправедливую ситуацию, я могу огрызнуться, я могу, и вот сейчас уже как осознанный человек, я задаю себе вопросы всё время, стоит, не стоит, но я понимаю, что мне этот перец необходим, что это моя естественная приправа, потому что как есть в одежде персональный стиль, так и есть персональный стиль вашей жизни, и когда мы становимся очень, как бы, более правильными, прагматичными, продуманными и так далее, очень важно не потерять свою перчинку, очень важно не потерять то, что вас драйвит, и когда женщина говорит, я раньше любила одеваться так, но сейчас я мать, в смысле, когда женщина говорит, я обожала вечеринки, а сейчас я вышла замуж, и он меня не пускает, в смысле, когда говорит о том, что я любила путешествовать, но сейчас я не могу выехать, в смысле, вы должны помнить о том, что ваш внутренний драйв это ваша жизнь, и если вас кто-то лишает этого драйва, хочет лишить, вас лишают жизни, так сражайтесь за это, так и за свою жизнь, не позволяйте никому и никогда посягать на свое, то, что вы называете своим, потому что, когда вы это позволите, вы как будто бы, знаете, как Кощей Бессмертный, дадите залезть в этот ларец, в это яйцо, нельзя, есть святые вещи, я, например, очень миленькая, бываю иногда, но только попробуйте, попробуйте залезть куда-нибудь на мою территорию, вы просто моментально, вот просто в одну секунду поймете, с кем вы имеете дело, и у меня это знают вокруг все, вот просто сейчас все, и я стала сильно спокойнее, сильно вообще, вот-вот сильно попустилась во многих вещах своей агрессивности, своего характера, но я не перестала быть собой, и я очень четко расставила свои границы, и никогда никому, ни при каких обстоятельствах не позволю перейти эту черту, это знает прекрасно мой муж, это знают мои дети, это знает моя мама, это знают все люди, которые со мной каким-то образом общаются, и это кайфово, потому что я точно знаю, кто я есть, у меня нет никакого страха, но у них он точно должен быть, другие люди должны бояться, должны знать, что есть такие черты, куда лучше никогда не переходить, что делать со страхом смерти, а скажите мне, пожалуйста, ну, а что с ним делать? Вот самое тупое, что может быть, это бояться, когда вы умрете, и из-за этого не жить. Я, например, несколько раз была под общим наркозом, и я каждый раз, когда в это состояние входила, я говорила себе, что в этот раз ничего не получится, я сейчас буду это контролировать, я вот нет, я вот... и когда заходила игла в вену, я врубалась в момент, я каждый раз потом думала после этого, что, ёпсель, вот как нас легко выключить? У меня несколько раз клинила там спина, седалищный нерв, когда я падала после родов, там у меня были такие моменты, когда мне отказывали ноги, и я вам могу сказать, что я поняла, что нас вырубает в такой момент, что мы даже не успеваем опомниться, ну, то есть нас может выключить в любой момент, тромба оторваться, что угодно, и кирпич, полка на голову, какой смысл этим париться? Ну, какой? И я себе сказала, что, Оль, ну, я хочу, чтобы, когда это произошло, ты в этот момент себе сказала, блядь, а я молодец, а я прям вот не проебала моменты, я сделала все, что я хотела, я не отказывалась себе в этот момент, я не готовилась к смерти, самое тупое в жизни, это готовиться к смерти, вот просто подумайте об этом, и примите, я приняла свою жизнь за вечно, если сказала, ты будешь жить вечно, пусть тебе будет такое наказание за твою отрывистую бошку, нет смысла, нет смысла, вообще любые страхи, это так нудно, это столько отнимает энергии, сил, и главные страхи, которые мы должны прорабатывать, и которые мы должны вернуться, это те страхи, которые у нас заложены на подсознательном уровне, это когда мы блокируем бабло, когда не может вам прийти большие суммы денег, просто не может, потому что у вас там зашито что-то, вы даже не помните что, но вы их отталкиваете от себя, а физические, не физические, а сознательные страхи, когда вы ходите и думаете, я боюсь познакомиться с этим парнем, я боюсь уйти сейчас с работы, вот все, что ты боишься, иди и делай прямо сейчас, вот если ты думала, что ты долго боишься, вот прямо подойди и скажи, все, блядь, я от тебя ухожу, все, или вали нахер, отсюда я тебя не люблю, или у меня, блядь, есть любовник, вали отсюда, не хочу с тобой жить, или я увольняюсь прямо сейчас, до свидания, заебал меня шеф, я давно хотела тебе кинуть кактус-моргу, на, блядь, тебе кактус-моргу, все, один раз, и у тебя уйдет этот страх, у тебя придет новый прилив, когда ты устаешь бояться, тогда начинается твоя жизнь, я сейчас валю все, что я боялась делать, вот прям все, вот если я раньше не могла такое сказать человеку, я сейчас говорю, если я не могла его послать нахуй, то сейчас я ему говорю, я тебя посылаю нахуй, и это офигенное ощущение, и когда я пришла в школу и сказала, ребята, я теперь не ваша ученица, алло, 20 лет fucking shit прошло, я мать двоих детей, и я другая мать, я та мать, которая может перемать, и я та мать, у которой есть своя аудитория, и я та мать, которая может сегодня устроить большой кипиш, поэтому давайте будем сегодня дружить со мной, я сегодня буду вашей охуенной подружкой, и слово охуенной прошу подчеркнуть, и не надо делать товарища учителя обид, что вы не знаете, что такое слово охуенный, потому что хуёвые вы учители, если вы этого не знаете, и будем взрослыми людьми, говорить на взрослом языке, подсёмкаемся, и с уважением, люблю, целую, и надо быть собой и настоящим, и позволять себе это, и тогда вы будете себя уважать, тогда вы не будете врать себе, и тогда вы будете чувствовать себя хозяином жизни, а нахера, ребятки, жить в этой жизни, чтобы чувствовать себя не хозяином, при том, что это ваш выбор, вот самое дурацкое, понимаете, что в жизни ничего не предначертано, вы себе сами берёте ручку и чертаете, и когда вы говорите, я вынужден, я должен, то это вы выбрали, что вы вынуждены и должны, а вы его были не должны и не вынуждены, прикиньте, вы сами это решили, вот прям сами, я тоже, извините, я расстегнусь, я сижу и думаю, блин, ну неприлично опять перед вами быть в спортивном топе, ну, не жарко, прилично, ебенивой матери, вот, такое настроение, ци сегодня, и хочется, чтобы вы понимали, что бояться всё-таки глупая достаточно задача, и всё, чего вы в жизни недополучили, это всё потому, что вы себе это недоразрешили, и с этим можно и нужно работать, я уже говорила миллиард раз, вы можете этим заниматься самостоятельно, вы можете читать книжки, я не знаю, там, ещё что-нибудь делать, вы можете приходить в мою компанию, где, я, кстати, там не очень ругаюсь, я вас разочарую, очень многие разочарованы, говорят, Ольга, ну я посмотрела эфир, вы там так ругались, а тут не ругайтесь, нет, я в последнее время редко ругаюсь, но вы знаете, меня задают этот вопрос по поводу матов и низких вибраций, низкие вибрации – это не слова, низкие вибрации – это то, что вы в это вкладываете, «сука» может звучать гордо, может звучать эротично, может звучать потрясающе сексуально, может звучать грубо, и тут очень важно, кто и при каких обстоятельствах это говорит, точно так же, как слово «блять», это может быть жесточайшее ваше разочарование, когда вы врезались в дерево, или когда вы застукали своего мужа с секретаршей или с кем-то там, кто делал ему миньет, это будет «блять» на низких вибрациях. Но если вы только что выиграли денежную лотерею, просто взяв билетик, то это будет совсем другое «блять». Поэтому вопрос не в мате, вопрос в том, что стоит за этой вибрацией. И слова – это всего лишь слова, и иногда маты – это вкусная приправа, иногда это дешевая какая-то дешевая. И у каждого из нас эти слова в разные моменты времени для разных людей звучат по-разному. Поэтому тут, вот знаете, как вам больше нравится, мои хорошие. Я стараюсь не ругаться при детях, не считаю маты тем, чем стоит гордиться, но тем не менее перестала к ним относиться как-то вот из ряда вон плохо. Вот всему в свое время, место, состояние и настроение. Что я вам хочу сказать? Хочу вам сказать, что я не знаю когда, возможно сегодня, возможно завтра, точно я не помню, вот такая я женщина замечательная, у нас стартуют продажи ноябрьского потока, моего марафона «Рерайтер жизни», в котором мы всем этим волшебством и занимаемся. И мало того, сейчас я готовлю денежную большую программу только для тех, кто у меня будет в «Рерайтере». Больше никого пускать не буду. «Рерайтер» является моими вратами отобранных людей, с которыми мы готовы продолжать разговор. Ноябрьский поток стартует с минус 50%, поэтому если вы думали или не думали, вдруг только что меня увидели и думаете, что это за марафон, почему я туда хочу прийти, я вам скажу так, у вас есть классная возможность туда попасть, по минимальной стоимости она там длится пару дней, но тем не менее. Я хочу вам сказать, спасибо, что вы меня смотрите, пробная версия продается уже по полной стоимости, когда марафон стоит свои 100% за 3-4 дня до начала. 27-го числа стартует продажа пробной версии, поэтому вы сможете ее купить 27-го или 28-го, но потом, если вы захотите продолжить, заплатить за марафон полную стоимость, либо сейчас вы можете купить его за 50%. Я вам скажу так, марафон охуенненький, не дам соврать, я обожаю его, в 7-й месяц я его провожу, в 7-й месяц я вешу в этих чатах, в 7-й месяц я обожаю всех людей, которые там находятся, в 7-й месяц я понимаю, что это вообще лучшее, чем я могла заняться, в 7-й месяц я записываю новые видео, я придумываю новые вещи, и в 9-й месяц я практикую сама в формате каждый день, это лучшее, что я могла бы сделать для себя, для своих детей, и для вас в том числе. С денормированным графиком работы можно будет прийти на ваш марафон, знаете, мой марафон удивительный в том, что вообще не важно, работаете вы или не работаете, когда вы работаете, важно, чтобы вы захотели создать себе нормальную, нормированную жизнь, нормированную в контексте того, чтобы вы знали, чего вы хотите, как вы хотите, и смогли это получать. Моя цель научить вас этому, я сама иду к этому, и я хочу, пользуясь случаем, сказать огромное спасибо всем тем людям, которые вместе со мной, потому что я очень счастлива, что есть те, кто меня слушает, я очень счастлива, что есть те, у кого это работает, кто это делает, и кто понимает, что такова жизнь. И это офигенно. Я обожаю сейчас свою жизнь, и я обещала себе, каждый день обещаю, что больше никогда не вернусь к тем качелям, которые были у меня раньше. И мне немного жалко, что я припозднилась, что я так долго собиралась с этим, что я так долго считала, что все-таки вот этот мир реальный, он реальнее, чем этот, но нет. Марафон длится месяц, марафон длится месяц, но после месяца у нас есть клуб, потом есть еще клуб, в общем, я вам скажу так, это не марафон, это ваша другая жизнь, абсолютно другая, абсолютно другое измерение, но для того, чтобы вы сразу не пугались, что, о боже, что там происходит, месяцок первый с нами побудете, а потом захотите остаться дальше. Вот, собственно, и все. Обнимаю вас, целую, спасибо огромное всем, я вас очень попрошу несколько слов оставить об этом эфире, комментариях, в знак своей благодарности, ну, если вы не совсем хрюшки хрю-хрю, но если хрюшки, я тоже не обижусь. Я сейчас опубликую видео, и мне бы хотелось, чтобы люди, которые его не видели, могли сложить какое-то мнение об этом эфире, смотреть его или не смотреть, что там опять-то Ермилова придумала-то такого. Ссылочка на рерайтер жизни всегда есть у меня в профиле, в главном, если у вас есть любые вопросы, пишите в директ, я вам обязательно отвечу. Все, всем спасибо!